Продолжение следует... В старые времена люди здесь выращивали деревья. Мы делали цветами Чампак и делали из них различные гирлянды, украшения короны и продавали на рынке. И рынок это хата и поэтому поскольку это место, где продавали цветы и продукты из цветов Чампака, на рынке назвалось Чампахати. Таким образом, где мы приехали, в севере Давананда Годиаматха, это место не отличное от Бахулавана в Браджмандалу. И это место не отличное от Кадирвана в Браджмандалу. Там, где мы были, к северу Давананда Годиаматха, это место не отличное от Бахулавана во Вриндаване, а это место не отличное от Кадирвана. Каждый день Чампака Латасаки приходит Чампака Латасаки для того, чтобы сорвать цветочки Чампака и предложить их Радхе и Кришне. И вы сидите на лотус-феточке. Давананда Годиаматха. Чампака Латасаки приходит сюда каждый день для того, чтобы собирать цветочки Чампака. Гора Годадхар установили свои собственные божества. И им служил Дви Джабанирнат, это младший брат Годадхар Пандита. Дви Джабанирнат, это инкарнация одной гопи по имени Камалекха. Дви Джабанирнат, это инкарнация одной гопи по имени Камалекха. Дви Джабанирнат, это инкарнация одной гопи по имени Камалекха. Дви Джабанирнат, это инкарнация одной гопи по имени Камалекха. Джаидев Госвами сказал, увы, я посмотрел в лицо материалиста, я должен немедленно оставить это место. И церковь сказал, что мой господин не полезен, без больших Ваишнеллеров, как вы. Так что вы можете оставить это место, но не оставь моего господин. Вы должны остаться на другой стороне Ганга, в Чампахати. Так что здесь, на этой стороне церкви, вы можете увидеть кусок земли. Где был Баджан Кутира Шри Джаидева Госвами и его жены Падмавати. Джаидев Госвами, величайший поэт. Джаидев Госвами, величайший поэт. Ядихариспаране сарасаммана, ядихалавиласхаласу кутухалам, мадуракомалакантим падавалим, сунутададжаэдева саразватим. Если вы хотите, чтобы ваше сердце было полностью пропитано расой, если вы хотите узнать о Никунжа Лилах Радхи и Кришне, то вы должны читать мою поэзию. То, что он сказал. Я не могу даже словами описать, насколько неверозимо прекрасна поэзия Джаидевы Госвами. Одним из моих служений для Шрила Гурадева был перевод его книг. Он сказал, что я перевел и сделал комментарий на Гида Ковинду, и ты должен сделать перевод этого в свою очередь. Так что, благодаря Шрила Гурадева, я должен был быть полностью погрожен на Никтар Гида Ковинду. Два года полностью только Гида Ковинда. И вы знаете, что в то время один человек мне помогал мне с санскритом и с лей-оутом. И это был Амит Кришна Прабху. И тогда другой... Амит Кришна Прабху мне тогда очень помогал с санскритом и с текстом. Без него мы не могли бы публиковать книгу, поэтому я очень благодарен. Без него не получилось бы публиковать эту книгу, поэтому я очень ему благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok Радха Мадабайо Джайантиямуна Кулейраха Келая Стриджаидев Госвами Преатрует Гита Говинду Стриджаидев Госвами представляет Гита Говинду Началась Раса Лила Кришна танцует со многими гопи Но пришла Радхика Она немного задержалась И она очень недовольна, что Кришна начал Раса Лилу без нее И сейчас она просто хочет уйти и вообще не имеет никаких дел с этим человеком Но Ясаки думает О, я так много времени декорировать Радхарани Читая Джотилла и Кутилла и Абиманью И шутила ее из дома И привезла ее очень-очень遠 через лесу к Гирирадж Говадан Но Ясаки думает, я так много труда вложила то, чтобы украсить Радхарани Я так долго украшала ее Я пыталась, я обманула Иджутиллу, Кутиллу, Абиманью И все это время я провела Радхарани так далеко через лес И сейчас, если она откажется встретиться с Кришной Все мои службы были для ничего И потом, в любом случае, я ее знаю очень хорошо Она будет полна от regret и думает О, почему я так грустная с Кришной И сейчас, если она откажется встретиться с Кришной Он пытается посвать Радхарани Просто Возьмите Кришну И уничтожи Просто ты и его И Саки стала уговаривать Радхарани Ты просто быстро схвати Кришну И удались вместе с Ним Только вы вдвоем Так что она говорит О, Радика Смотри Есть О, Радика Посмотри О, Радика Посмотри Там есть рощи темных тамаловых деревьев И есть какие-то темные луны И сейчас Полная луна Звучит Но Темные луны Звучит И они Повторят Луну Так что За несколько моментов Светит Полная луна Но сейчас Пролетают темные тучи Они очень скоро покроют луну И на несколько мгновений Наступит полная темнота И Кришна боится Люди думают, что Кришна боится ночи А Кришна боится, что Радика его не примет Потому что Радика посмотрела на него и сказала Потому что Радика посмотрела на него и сказала вот это Это удивительный пример Харинамы Бабушка Чандравали зовут Карелла Если вы хотите очень нежно сказать Радха Вы говорите Радика Если вы хотите очень нежно сказать Радха Вы говорите Радика Если вы хотите очень нежно сказать Радха Вы говорите Радика Если вы хотите очень нежно обратиться к вашей Джапамале Вы можете сказать О Малико И если вы хотите очень нежно обратиться к бабушке Чандравали Если вы хотите очень нежно обратиться к бабушке Чандравали Вы можете сказать Каралико И если вы хотите очень любезно обратиться к бабушке Чандравали Вы можете сказать Каралико Наптри означает внучка. Караликанаптри означает внучка бабушки Чандравали. Кридокуранга. Куранга — это имя олень. Кридокуранга означает олень. Это такой ручной олень, как домашний питомец. Потому что если есть какая-то очень богатая принцесса, когда она идет по ходу в ее деревне, она не идет alone, но она идет с пет-диром на золотой цепочке. Итак, Радарани, с глазами и глазами, сказал к Крисне, Караликанаптри кридокуранга. И вот так вот Радика сказала Кришне, что так обратилась к нему, что Кришна, ты как ручной олененок на привязи у внучки Каралики, то есть Чандравали. Нактам бирухам. О, Саки, Кришна боится теперь, что ты отвергнешь его. Но просто посмотри на все знаки этого момента. That the dark clouds are covering the fair moon is a sign from nature saying that the dark Krishna should embrace the fair, Радарани. Вот сейчас посмотри, темные тучи покрывают светлую луну. Это знак того, что темный Кришна должен сейчас держать себя в своих объятиях. And just as the clouds go across the moon, it will be dark for a moment. If you'll catch Krishna by the hand and pull him into that kunja over there in the forest of tamal trees, no one will be able to see what happened. And when the clouds pass on its light again, then they'll all be looking around and thinking, where is Krishna? И также, поскольку эти темные тучи сейчас покроют луну, станет совсем темно, и никто не заметит, если ты быстро возьмешь Кришну и отведешь его в kunja темных деревьях tamala. И потом, когда снова станет светло, все будут думать, что происходит. And no one will blame you, because no one will see anything. Никто тебя не сможет обвинить, просто потому, что они ничего не увидят. So now, Радика, и тамнанда нидейши тастралактё праптарджа кундра джумам. And catch Krishna by the hand and take him into the kunja. So Krishna, when Radharani criticized him, then his heart fell into the depths of despair. She's speaking cruel words with tears in her eyes. But at the same time, on the request of Asaki, she catches Krishna by the pitambara. Come on. And Krishna's heart goes from the depths of despair to the top of the mountain of bliss. И тогда из глубины отчаяния сердце Krishna возносится на горы блаженства. Oh, all glories. Victory to the Raha Keli, confidential, amorous pastimes of Radha and Madhav on the bank of Jamuna. вся слава Raha Keli, очень конфиденциальным, сокровенным, лилам Радхи и Кришны на берегу Радхакунды. The confidential meaning is this. Скрытый смысл заключается в следующем. That Radha Krishna's pastimes are victorious. When? When? When after their loving pastimes both have become completely tired and they're covered in drops of perspiration. And they're quite hot. But the bank of the river is a place where a gentle breeze is blowing. And when the divine couple are refreshed by the touch of the fragrant soft breeze on the bank of Jamuna after their loving pastimes, this is joy. The complete victory of Delilah. So in this way only one verse of Jaiadeva Goswami. Very, very sweet. He's giving a little glimpse into what will come later in his poem. So Jaiadeva Goswami was here and he was writing Gita Govinda actually. He was seeing Delilah in the art gallery of his heart and as he was seeing it he was writing it down. So he saw that Radharani was upset with Krishna and she ran away. He saw that Radhika was upset with Krishna and she ran away. Krishna was searching for her everywhere. Krishna was searching for her everywhere. And finally one Saki arranged their meeting and brought Krishna to see Radhika. And finally one Saki is a Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты говоришь, что ты искал меня, но твои глаза красные, это охмеление, опьянение И они почти закрываются от усталости, потому что всю ночь ты наслаждался лилами с другой гопи Мадав означает возлюбленный Лакшми, богиня Удачи И поэтому, поскольку Мадав это муж богини Удачи, Радика думает, что та другая гопи более удачливая, чем сама Радика Поэтому она говорит, уходи Мадава и служи той гопи, которая более удачлива сегодня Кеша означает тот, кто убил демона Кеши Но, так же, Кешамвалайати, это тот, кто украшает волосы Это означает, что, О Кришна, когда ты был enjoying pastimes, ее волосы были туго заплетены в косы, в прическе, но теперь из-за ваших лил они все расплелись И ты теперь пришел ко мне, но я думаю, что ты должен вернуться к ней и расчесать ее волосы Поэтому уходи, Кешава А разве ты не знаешь, что больше разы в той героине, с которой герой уже наслаждался? Поэтому уходи, я не хочу тебя видеть Надо было мне лучше знать Я знала, что ты жесток к женщинам Когда тебе было всего лишь шесть дней от рода, ты убил Путану С самого начала своей жизни ты проявлял жестокость к женщинам А теперь тебе шестнадцать, ты очень сильный, ты миллионы женщин можешь убить вообще без никаких усилий И тогда Кришна склонился к стопу Шримати Радики Ви и чару шили Ви и чару шили Радика очень сердилась и не смотрела на Кришну И Кришна сказал О ты, которая очень щедрая, благородная природа Очень мягкая Я сгораю в ядовитом огне Купидона Пожалуйста, спаси мою жизнь возложив свои лотосные стопы мне на голову И Кришна склонился к стопу Шримати Радики И Джаидев Госвами видел это в своем сердце И он написал это в своем сердце Но когда Кришна склонился к стопу Шримати Радики И сказал, пожалуйста, укрась мою голову прикосновением своих стопов У него затражали руки, он отложил ручку Он подумал, как я могу это написать Никогда о таком не писали Даже Парамрасик Шукадев Госвами В Сримати Бхагатаме он описывает Как Кришна укрепляет Расалила и укрепляет Радарани И Радарани кричит Ха-на-та, Равана-преста Кваси, Кваси, Махамуджа Но никто не сказал, что Радарани Он укрепляет Расалила и Кришна И плачет о ее милости И Джаидев Госвами потел И Джаидев Госвами потел И он сказал своей жене Мне нужно немного охладиться Я сейчас пойду прямое умовение в Ганге И прямо здесь он вышел из хижины И он отправился к Ганге Но несколько минут спустя Он вернулся и стал писать Потом он снова встал и поднялся и вышел А потом он опять вернулся И его женат сказал Он сказал, что ты будешь умовение принимать? Он сказал, что я только что ходил Он сказал, что я только что ходил Она сказал, что ты вернулся и писал И просто вышел Нет, погоди, ты же вернулся Ты же вернулся и Ты только что вернулся И ты продолжил писать От初音sen А сначала Джаидев Гасвами Ты вернулся и продолжил писать И тогда он решил Что я делал И сначала он не поверил своей жене А потом он понял, как она сказала Ты вернулся и продолжил писать И тогда он вернулся к своему манускрипту из пальмовых листьев И там он увидел, как золотыми чернилами написано, о Радика, укрась мою голову своими лотосными стопами И его волосы стали дыбом от экстаза Он сказал, о Падмавати, ты так удачлива, ты так удачлива Потому что ты видела Кришну Несмотря на то, что эти лилы, Радхи и Кришна, такие конфиденциальные Кришна himself wanted to reveal to the world how he is controlled by the frame of Шимати Радика Сам Кришна хотел открыть всему миру, насколько он под контролем любви Радики И так вот в образе Джая Дева Госвами он сам лично пришел сюда и подумал, ну если Джая Дева Госвами это не напишет, то я напишу это сам Таким образом, в этом самом месте Кришна громко объявил всем, насколько он под контролем любви Радики Однажды Джая Дева Госвами был здесь со своей женой Падмавати, которая тоже была великой Вайшнави И его жена готовила прасаду Джая Дева Госвами сказал, что ему нужно починить дыру в крыше пробоину И он сказал, что я сейчас залезу наверх, а ты мне передай вот эту вот заплатку и я ее наклею Таким образом, Джая Дева Госвами клей на дыру, и Падмавати был под контролем к нему, и он его под контролем И Джая Дева Госвами туда забрался, и Падмавати передавала ему то, что он должен был там починить Солому, да, передавала, чтобы забить дыру И когда он закончил, то он спустился и вернулся в Паджан-кутир И его жена сказала, что сейчас время для прасада Его жена сказала, что сейчас время для прасада Он сказал, что ты не готовил прасаду Он сказал, но ты же не готовила прасад Она сказала, нет, я много блюд приготовила Он сказал, но погоди, нет, ты же мне, ты начинала готовить прасад, да, но потом ты стала помогать мне с крышей Она сказала, да нет, я готовила все это время И тогда его жена сказала, о, как ты удачлив Потому что поэзия Джая Дева Госвами так красивой, что Радхарани Кошка приехала сюда, в форме его мужа, чтобы помочь ему подчинить Поэзия Джая Дева Госвами так удивительно непревзойденно красива, что сама Шри Мать Радхи Пришла сюда явилась в форме подмавати, чтобы помочь Джая Дева Госвами к Радхарани И как глубока любовь Радхи Кришне к Джая Деву Госвами И вечером мы еще немного обсудим его поэзию И вечером мы еще немного обсудим его поэзию Мы здесь для служения Горгададхар и мы отправимся дальше Горгададар ки-джай, дви-джам-а-ни-на-та ки-джай Камалайка саки ки-джай, кадиравана ки-джай Чампа калатит саки ки-джай, чампа хатти ки-джай Джая Дева Госвами ки-джай, адмавати-деви ки-джай Гит-говинда ки-джай, риту-двипарграма ки-джай Горгададада